12 апреля 2021 года, в день космонавтики, мы отмечаем 60-летие первого полета человека в космос. На весь мир прозвучало «Гагаринское поехали!» первые 108 космических минут человечества. Советская ракета «Восток-1», преодолев земное притяжение, сделала виток вокруг планеты Земля. Это историческое событие связало имя Юрия Алексеевича Гагарина с каждым уголком нашей Родины, в том числе с Краснодарским краем. В сентябре 1960 года Юрий Алексеевич с группой космонавтов из первого отряда проходил парашютную практику в поселке Энеми. Бок о бок с Гагариным в отряде тренировался и первый кубанский космонавт Виктор Васильевич Горбатко. В память о герое легендарном земляке дважды Героя Советского Союза сегодня бережно хранят Историко-Краеведческий музей города Гулькевичи и Тихорецкий историко-Краеведческий музей. Десять лет назад в музее города Гулькевичи открыли зал, посвященный развитию отечественной космонавтики. Здесь представлены подаренные космонавтам экспонаты. Особой популярностью у посетителей пользуются тренировочное кресло, гидрокомбинезон «Форель», ложемент-кресло для космического корабля и теплозащитный комбинезон ТЗК-14. В Тихорецком музее бережно хранится запись в книге почетных посетителей, оставленная Виктором Васильевичем. Мне, первому казаку-космонавту, пребывание в городе Тихорецкий у своих земляков очень приятно и почетно. Очень благодарен работникам музея за теплую встречу, влюбленность в свой город и его боевые и трудовые подвиги. Надеюсь на новые встречи. Виктор Горбатко. Летчик-космонавт СССР. 25 апреля 1979 года. Еще одной достопримечательностью города Тихорецка является Мемориальный музей имени дважды Героя социалистического труда Дмитрия Ильича Козлова. Музей был открыт 10 апреля 2001 года совместно с Ракетно-космическим центром «Прогресс» города Самары. Его экспозиция посвящена космическому машиностроению, в области которого всю свою жизнь трудился выдающийся уроженец Тихорецка, генеральный директор и конструктор «Прогресса» Дмитрий Козлов. В нашей стране много музеев космонавтики, но этот музей уникальный, единственный в своем роде. Его экспозиция вызывает огромный интерес у посетителей. Специально для музея в Самаре были изготовлены и переправлены в Тихорецк макеты космической техники в масштабе. Переданы уникальные фотографии, личные вещи Дмитрия Ильича. Посетители музея могут узнать о разработке и запуске первой отечественной ракеты Р-5 и ракете-носителей Р-7 с первым искусственным спутником Земли, макет которого также представлен в экспозиции. В станице Октябрьской и Криловского района есть мемориальный музей Юрия Васильевича Кондратюка. Талантливый человек, ученый-самоучка вывел основное уравнение движения ракеты. Именно здесь, в станице, он получил первые патенты на свои изобретения. Основной и самой объемной в музее является экспозиция о жизни и деятельности Юрия Кондратюка. В фотографиях, воспоминаниях и документах отражены все периоды жизни и деятельности ученого. В экспозиции представлен и макет дома, в котором жил ученый в станице Октябрьской. Особой ценностью выставки хранители считают главный труд ученого – книгу «Завоевание межпланетных пространств», изданную в 1929 году. Интерес у посетителей музея вызывают и такие экспонаты, как «Глобус Луны» с кратером имени Юрия Кондратюка, нумизматическая коллекция с изображением ученого, посвященные ему произведения литературы, а также макеты двигателей космических кораблей и гелиоракетоплана – макет стыковки космических кораблей «Союз Аполлон». В станице Бринковской Приморско-Ахтарского района имя земляка, летчика-испытателя, героя Советского Союза Григория Яковлевича Бахчеванджи носят мемориальный комплекс, музей станицы Бринковской, школа и одна из улиц. В экспозиции музея представлены экспонаты, связанные с освоением космоса. Часть бортового магнитофона «Агат», побывавшего в космосе на первом космическом корабле «Восток», авторучка космонавта Виктора Горбатко, который он заполнял, бортовой журнал во время полета в июне 1980 года, питание космонавтов, почтовые конверты с автографами космонавтов, костюмы и шлемы летчиков, приборы самолета МиГ-21, макеты самолетов и многое другое. Имя летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза, почетного гражданина города Сочи Виталия Ивановича Севастьянова, хорошо известно каждому кубанцу. Память о космонавте хранят в музее истории города-курорта Сочи. Значительная часть экспонатов была получена из звездного городка благодаря космонавту. Большой интерес у посетителей музея вызывают космический скафандр и профилактический нагрузочный костюм пингвин. За разработку костюма Севастьянов вместе с группой медиков получил государственную премию СССР. Предметом особой гордости музея является спускаемый аппарат космического корабля «Союз-9». На нем в июне 1970 года после выполнения первого в мире длительного полета в космос вернулись на Землю Виталий Севастьянов и Андриян Николаев. В космических экспозициях музеев нашей страны находятся только три спускаемых аппарата, побывавших в космосе. На родине Константина Циолковского в селе Ижевском Рязанской области, в музее космонавтики в Москве и у нас в музее истории города-курорта Сочи. В Краснодаре есть десятки улиц с космическими названиями «Звездная, лунная, космонавтов». В память о Юрии Гагарине, первом человеке, побывавшем в космосе, хранят несколько краснодарских музеев космонавтики. В частности, в гимназиях номер 18 и 72 созданы салоны космонавтики. Улица, названная в честь космонавта, находится в фестивальном микрорайоне Краснодара. На здании Прикубанского ЗАГСа 12 апреля 2011 года установлена новая мемориальная доска памяти Юрия Алексеевича. Гагарину и космонавтике в целом в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицина посвящена выставка «Покорители космоса» к 60-летию полета Юрия Гагарина. Здесь представлены космические экспонаты музея, рассказывающие об истории освоения космоса, конверты с автографами космонавтов, почтовые марки, астрономическая трубка первой на Кубани станции наблюдения за спутниками Земли, специальный выпуск газеты «Советская Кубань», посвященный первому полету первого кубанского космонавта, бюст космонавта Горбатко, его китель, перчатки от скафандра и модель ракеты. Отдельное внимание на выставке отведено шахматом, точнее шахматной партией «Космос-Земля», проведенной между кубанскими космонавтами Виктором Горбатко и Валерием Быковским на Земле и Виталием Севастьяновым на борту космического корабля. Часть экспозиции посвящена деятельности общественного движения «Кубань и космонавтика», которое в этом году отмечает свое 50-летие. Движение объединило на общественных началах ученых, музееведов, педагогов. С 2005 года движение существует в статусе Краснодарской региональной общественной организации «Федерация космонавтики Кубань». Многие кубанцы внесли свой вклад в освоение космоса. Это и ученые Политехнического института, и конструкторы, инженеры завода «Сатурн» и ученые-медики, которые исследовали влияние длительных полетов на организм космонавтов. Трижды Кубани выпадала честь увековечить своих героев на лунной карте. Кратеры, названные именами Юрия Кондратюка, Григория Бахчеванджи и Николая Чернышева. Из кубанской пшеницы выпекают космический хлеб. Приморско-Ахтарские яблоки и душистый кубанский мед украшают стол космонавтов на космической орбите. Сегодня Краснодарский край продолжает работу во славу космической отрасли. Специалисты внедряют самые передовые космические разработки в повседневную работу. Регион продолжает вносить свою лепту в освоение космических далей. Кубанские летчики-космонавты продолжают прославлять Краснодарский край и свою родину на всю галактику.